Так, всем привет-привет, с вами Манил Вагор. Сегодня вышло небольшое обновление, сегодня началась третья часть празднования десятилетия World of Tanks. Называется она Rubicon, и сегодня вводят новый режим, в принципе, я его и как раз хочу попробовать. Называется Крадущийся Тигр. Так, а можно какой-то видосик, представление получить? О, наконец-то награда за юбилейные задачи, уникальный стиль на Т-30. Вот, собственно, если сегодня, ну как, я его по-любому сегодня куплю, поэтому параллельно, скорее всего, покатаем еще и на Т-30, помимо этого ивента. Сейчас, в принципе, надо будет найти, где он вообще находится. Это у нас будет отдельный какой-то... Это... Нет, экспедиция, это не то, это началась линия фронта. А как он вообще называется? Как его... как его начать? А, вот. Штурмтигр. Так, еще я хотел посмотреть задания, которые надо выполнить. Для того, чтобы получить третью часть. Вот оно. Уничтожить машину противника. А, это на штурмтигре надо все делать, правильно? Потому что есть звездочка. Да, штурмтигр. Отлично, все. Тогда берем эту машину, как раз она сходится абсолютно по всем. Кстати, нет экипажа. Ну ладно. И нельзя оборудование ставить. Есть осколочно-фугасные и кумысики. Так, ладно, полетели. Раз тут нет экипажа и прочего. Крадущийся тигр. Ага, это... А, это САУ. Офигеть. Это артиллерия штурмовая. Вот это поворот. Еще и 10 уровня. Ну, карта Уайт Парк. Это карта до 6 уровня. Ну, отлично. Танки 10 уровня, карта до 6 уровня. Все как бы логично, все правильно. Так, а что с графоном? Или они не перевели эти танки в HD? Да, реально, смотри. Их не перевели в HD. Хреново. Ну, ничего. Так, надо еще разобраться. Здесь будет режим типа артиллерии или тут будет чисто такой танковый режим аркадный. Так, перезарядка 11,5 секунд. Ну, наверное, тут... Не, все отлично. Не поднимается, то есть вверх не поднимается вообще. Быстро я довольно-таки. Что? 10 тысяч хп, серьезно? Меня на 6,5 кусков влепили. 1400. Ну, такой, знаешь, полет снарядов прям жесткий. Серьезно? Жесть, это весело. Офигеть. Он такой режимчик фановый, отчасти. Не люблю я такие безбошенные ПТшки. Это как раз такая и есть. Но это, правда, не ПТшка, она играется как ПТ. Не, ну, мне жестко, конечно, влепили первый снаряд на 7,5 тысяч. Это прям жестко. Да, я не знаю. Стой, ты свитись как-то. Не знаю что-то. Бей его. Жесть Не, ну прикольно Мне нравится такой режим Смотри, наши еще и тащат Как бы толпой катают и тащат отчасти Один я слился сразу Ого 8200 вот это чувак дал Так, надо будет попробовать на кумысах играть И вообще интересно, какое у них пробитие Смотри, 6200, прикольно Не, ну вот этот пацан прям тащит Они, кстати, взводом играют Не попал Полет снаряда просто Капец, какой медленный Да, наши затащили, смотри, красавчики Как ты не попал Эй Все же вроде было Ой, получил на 7200 Надо попробовать на кумысах поиграть Фугас это хорошо Но у меня с фугаса там полторы тысячи Максимум что-то 4000 вылетело С фугаса Но мне кажется, если кумулятив заряжать Будет покруче Хотя я не знаю, сколько урона у кумуля Надо будет сейчас проверить Прикольно Прикольный такой режимчик фановый Не, ну конечно, такое выпускать на 10 уровень Было бы вообще не вариант Потому что его сразу же убьют Но с другой стороны Хотя, 10000 хп Это, конечно, прикольно Так Ключ это чисто фановый режим Тут ты ничего абсолютно не фармишь Смотри, 28000 Офигеть Вот это чувак настрелял 29 почти тысяч Давай полетели дальше Это получается Месяц Ой, месяц Неделю будет такой режим Я так понимаю Тут не указано нигде Вообще ни черта не указано Но ладно Поехали дальше Прикольный режимчик Мне понравился Конечно же Я чисто выполнил задание Для того, чтобы получить 3D стиль И дальше, наверное, будем катать на Т-30 Хочу попробовать Этот 3D стиль Я специально Т-30 не продавал Я ждал Вот Не знаю, сколько там Я Е4 давно уже прокачал Давно купил И даже, собственно, уже успел продать Потому что мне он Не понравился жутко Из-за того, что Не знаю Не летит у меня на нем Кстати ЕН Че, серьезно? А, нет Я почему-то думал Ну, то есть ЕН Я думал, что это Ну, то есть Одни сервера для Европы И для нас Но как-то потом Есть один Рус Есть один ЕН Я такой Че? Сам такой Поехали Сейчас тут такое Месиво будет Толпа на толпу Офигеть, они летят Эти снаряды Наверное, даже Не снаряды А какие-то ракеты Что-то Да Что-то типа ракет Это не похоже на снаряды Но тут, правда, снаряд Пока долетит Полгода пройдет Да, видишь Он тоже на кумулях Да, кумули Прикольно Шмаляют Шесть с половиной тысячи Нормально так Так Ну, тут УВНов, конечно же, нету Охо-хо Так А ну, если я выйду в ангар Там можно будет Снова его взять И снова полететь Или надо будет ждать Пока оно Откадешится Ну, то есть Бой пройдет Да, в бою Плохо Я бы сразу взял Снова бы зашел Но вообще режим прикольный Мне нравится Офигеть Встраивает голосование Сражаться на глобальной карте Или нет Конечно же, да Так Давай найдем сразу же Т-30 Посмотрим сразу на задачи Что там надо сделать Уничтожить Ага, 10 машин Что? 100 машин надо уничтожить? Ого Так я еще неправильно делаю Надо машины долбить Фиг я сегодня сделал Получается, в предыдущих сезонах Это все очень быстро выполнялось Все задания А, ну тут надо Нет Подожди А за что дают ключи? Где, собственно, ключи? Алло Это в бой на MX-50B На ТВПшке Подожди За какие задания Дают ключи? Это что за марка? Устав Мне надо найти За какие задания Дают ключи? Ну, смотри Тут прям Не-не-не А что за фигня? За что дают ключи? Алло Это не то Это чисто на ветке Это какие-то марки Давай-давай Так Тут снова марки И тут марки Марки это, короче, хорошо Но Мне надо посмотреть задания Собственно, на этот ивент Потому что я хочу Также сегодня и 3D стиль получить Ой Спасибо, картош Я так обожаю Они до сих пор не могут сделать Чтобы у них все было в клиенте Так Так, 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 так Подожди Наборы Наборы это не то Танки Юбилейная техника И это не то Опа Ничего себе Женская озвучка Что-то такое А, это эмблема Подожди Это не тут Это я что-то не там смотрю Это по-любому Но оно сюда сразу и кидает Где тут главные награды? Режим Не то Это видео Ооо Вот оно Вот оно, вот оно, вот оно В конце дают наградной ключ Так 10 раз попасть в топ-10 Своей команды по опыту Но это в рандоме надо сделать Любое количество боев Повредить или вывести из строя Суммарно 15 внутренних Или внешних модулей Нанести суммарно 2500 урона Обездвиженной техники противника Ого Обездвиженной То есть надо каточить Получаю ключик Получаю ключик У меня будет 3 ключа А что вот это? Это наверное просмотр видео Главная награда Смотри 2 сезона Ааа Это надо все 5 пройти То есть Я это смогу получить 3D стиль Только в самом конце Когда пройдут Все 5 этапов Вот сейчас 2 прошло Начался 3 Мы сейчас 3 ключ Заработаем Но я не смогу Или это надо 3 из 5 сделать Короче ладно Пока что сейчас еще Пару раз сыграем В этом режиме Режимчик кстати прикольненький Мне понравился Не скажу что прям говно Такой как бы фановый Но надо приловчиться К этой машине Потому что Ну я не люблю Безбашенные танки А это именно как раз то Ну то есть я не люблю Вот это Объект 268 Вот почему я не качаю Объект 268 Вариант 4 Ягу И тому подобное Или того же самого Е3 Почему я выбрал Е4 Потому что у нее есть башня И как бы тут даже Дело не в том Что она полностью Не крутится Она 360 А сам тот факт Что у него есть башня Это уже круто Еще прикольно То что от этих снарядов Можно уворачиваться Потому что они Настолько медленно летят Что можно уворачиваться Это как бы прикольно Но мне кажется Можно тут стоять Прямо И отсюда кидать Это прям Инфосотка Ой О 1400 Эээ Ты че у меня стрелял-то Ого Смотри А попадает То есть чисто просто Стреляешь Через это все дело И ты там Куда-то попадаешь Попади Ну не знаю Два раза чуть-чуть Там зацепило Короче У меня надо количество У меня надо фрагов набивать Ничего себе Ты че Бешеный Ага Он меня фугасами валит Ха-ха-ха-ха-ха Но я первый стрелял Нахер пошел Я первый стрелял Поэтому у меня уже был Приоритет по выстрелу Так Развернулись Там надо ехать вперед Надо давить Как бы наши побеждают Поэтому надо просто ехать Ой не Не ну Упреждение Тут нереально Наверное Делать Эйя Ну куда сбежал-то Своему врезал Так А Тора нам можно добрать? Да Можно Эх Блин Ну уклоняться От этих выстрелов Вообще на изи можно Ну то есть Вот чувак Перед нами Прям едет Ты стреляешь А он просто не попадает Потому что он буквально Вправо-влево Чуть-чуть мансанул И все Не Вообще прикольный Прикольный такой режимчик Фановый Так я двоих убил Одного тараном Одного так Надо ехать тупо в упор В упор И оно так прикольненько Получается Хех Ну пока что Вот я по сути 11 тысяч настрелял Но тридцатку Можно настреливать Вообще на изи По сути Прикольно так Плохо то что ты Тратишь Ну то есть тут абсолютно Ни экипаж не качается Ни серебро не фармится Ну то есть ты просто Убиваешь свое время Это как бы плохо Но Но сам стиль прикольненький Ну и не стиль А режимчик такой Прикольно Просто такой прям фан И единственное Непонятно почему Это танк 10 уровня Ну Вообще прям Хотя с другой стороны 10 тысяч хп И альфа Фиг знает какая Так я сразу перехожу На кумулятивы И надо куда-то ехать Прям в упор Прям в упор В упор Жаль что у меня С этой стороны кинуло Потому что я бы там На горке выехал Чуть-чуть Так как я делаю На остальных танках Ну хотя смотри Наши все поехали Толпой по центру Так ну хотя бы Радиальное меню Тут оставили Потому что здесь нет Вообще ничего Кстати смотри Большая часть катается Эмблемками как у меня 25 левел Это ж уже вроде как Начался стальной заглотник Вроде как Во смотри Ну отъедь Ой Офигеть На чей у меня попал Ох Да какой 500 Ох Эх Пацаны Прям на фугасах Ээ Свой Ты че у меня стреляешь Нафиг Эей 1700 латов Еще два фрага забрал Поехали Короче в рандом Ну, вообще, режимчик такой фановый. То, что просто убиваешь время, так бесполезно. Ну, вот вроде реально прикольно сделали. Это единственное, наверное, стоящее. Ну, окей. В первую неделю, в первом сезоне они добавили общий чат. Он кому-то нужен был? Нет. Лично меня не раз сдавали позиции. Он стоит там, там и тому подобное. Меня фокусили. Было такое. Я даже писал ЦПП. Да. Дело такое было. Во второй месяц включили на неделю гудок. Полезный он был? Нужен был он кому-то? Вообще никому не нужен. Просто, ну, бесполезные абсолютно вещи. Это единственное, стоящее, что они запустили. Это, по сути, этот режимчик. Да и то, как бы, ты ничего здесь абсолютно не фармишь. Кроме того, что, как бы, есть вот эти задания. Ты можешь, ну, единственное, вот 200 очей вот этих набрать. Это, наверное, единственное, что здесь важное. Ну, то есть, потому что за эти очки можно что-то купить. Все. Абсолютно бесполезная штука. Это, кстати, кран для того, чтобы грузить снаряды. Прикинь. Вот сюда в люк. Грузятся снаряды. И для этого есть специальный кран. Прикинь. Вот это, конечно, машина была. И в чем прикол, что эта машина, как бы, действительно была такая гаубица. Так. Это все, конечно, очень круто. Но. Чтобы получить 3D стиль на вот этого красавца, надо потеть. И потеть мы, конечно же, на чем-то добудем. Надо, короче, каточить. Так, я подключаю резервки. Кстати, надо будет сейчас еще купить резервы. Так, давай еще посмотрим раз задания. Потому что я их уже забыл. И будем, 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 короче, делать. Так, смотри. 10 раз попасть в топ-10 своей команды по опыту. Окей. Изи. Тем более, тем более топ-10. За любое количество боев вывести из строя суммарно внутренних внешних. Изи. И здесь настрелять по каткам. Блин, ну, не вопрос. Можно. Поп-стопе. Блин, уже закинуло. Ладно. Играем так. Так, я играю без мудов. Я их не успел поставить. Чисто такой танк и запустил. Плюс. Я уже не играл дня 3. Или сколько? Да, где-то 3 дня я уже не играл в танки. Поэтому. Поэтому. Будем сегодня роковать. Буду сегодня роковать. Не буду обобщать. Потому что, как бы, играю-то я, правильно. Так, смотри. Бой с десяточком это плохо. Потому что был бы бой с восьмерочком. Я бы поехал прям по центру. И там бы наказывал. Ну, правда, и меня бы наказывали. Но это не важно. Что у них? Объект 277. Так. Лев. Т-34. Защитник. Прот. Ну, короче. Меня убьют фугасами. Это по-любому. У них есть артиллерия. Гейклаб. Это уже очень больно. Ну и плюс 277. Попробую ему что-то сделать. А у нас ФВ-шка. Которая вряд ли его сможет контрить. Потому что он плохой танк. Заднее расположение башни. Плюс пробивается. У него не настолько имбовая башня, как у Суперконя. Поэтому наша ФВ-шка тут вряд ли что-то сможет противопоставить объекту 277. Потому что у 277 как пробитие офигенное. Как стабилизация неплохая, как для советского танка. Ой. Эх. Чуть-чуть не долетело. А, ну смотри, он сделал правильно. Блин, надо отсюда ехать уже. Он сейчас сделал правильно. Ну вот, все. Вот так я хотел сделать, если бы я играл с Восьмерки. Вот как его там убить? Чисто физически, как его там убить? А никак. Этот танк просто сейчас будет разваливать всю нашу команду абсолютно. Что мне делать, я вообще не понимаю. Надо отсюда просто уезжать. Потому что, ну, все. Тут бой уже сыгран. О, смотри, я его пробил. Ничего себе. С такого расстояния в НЛД-ху залепить, это, конечно, круто. Не знаю, где оно там стоит, но оно не светится. Так, ну что. ФВшка наша абсолютно ничего не делает. И у нас тут, скорее всего, будет посос. Я не знаю, как убивать. 2-7-7. Потому что это просто нереально. Отлично. Боже, один Лев хороший враг. Тупо один Лев. Все, остальные все просто убивают, наказывают. Один Лева что-то делает хорошо для меня. Смотри, смотри, что он делает. Бегаем. Так, ну, залетело в ВЛД. Корпус я его, конечно же, не пробью. Так, надо, чтобы светили леопардов вот этих всех. Ага, вот о чем я говорил. Теперь меня будет тупо арта насиловать. Арта и этот. Леопард. Блин. Сейчас умру. Блин, ну нет. Ой, стой, 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 стой. Ой, у меня башня, наводчик. Боже, у меня столько инвалидов. В экипаже. Давай, отъезжай назад. Я тебя попробую зарядить. Ой, не знаю, пробью ли я его туда. Но, возможно. Я не буду отъезжать, потому что у меня и так наводчик. Контужен. Малеха. Вот этот 277 сейчас просто делает весь бой. Он просто делает весь бой. Если у нас другой фланг. Если у нас другой фланг затащили. Блядь. Да, да, да. Давай еще меня подпирай, блин. И будет вообще идеально. Не, ну. У него самое крутое бронепробитие. Я ему ни черта не сделаю. Смотри, он просто зацелил и ждет. Не, я не буду выезжать. Ох, отлично. Как раз в крышу корпуса, когда я и хотел его пробить. Я его пробил. Он был слишком высоко. Ну, вернее, я был слишком низко для него. Он был в яме. Ну, если я его хотя бы еще раз пробью. Туда, куда я пробивал. Видишь, вертухал на него не залетел-то хорошо. Можно еще попробовать лючки ему по... Ха-ха, лючки по выцеливать. Он меня убьет раньше. Так, рентген. Мистер рентген. О, это че, его можно попробовать наказать? Ну, не, ФВ-ха не хочет. Я сейчас могу профукать. Не, у меня нет поддержки. Я не хочу выезжать, потому что он по-любому на меня сейчас пересвелся. Просто ждет. Мне надо, чтобы ФВ-шка, а не чтобы выехали и его чуть поконтрили. Чтобы он на них хотя бы башню перевел. На кого он смотрит? Ой, на меня. Бля, просто смотри, как это говно, блин, крутит башню. Это просто жесть. Ну, реально, просто кусок говна. Башня просто не крутится физически. Я ее поворачивал полгода в эту сторону. А потом так же и обратно. Ну, вот насколько превосходит танк 10-го уровня. Ну, собственно, 2-7-7. Насколько это имбовый танк. По сравнению с нашей ФВ-шкой. Он развалил здесь всю команду. Вот смотри, у него 3 фрага. Все, что здесь были. Т-30, я, ИС-3. Он всех убил. При том, что он сейчас настолько быстро заехал сюда наверх. Ну, то есть, вообще просто на изи. У него максималка хорошая. Самое большое пробитие на уровне. Кстати, самое большое пробитие. Как голдой, так и ББшками. У него самое большое пробитие. Это сейчас самый имбовый танк. Добро пожаловать в 21-й век. Так, ну, чем дальше поехать? Надо что-то такое брать. Хотя, тут по каткам не убьешь особо. Можно взять, кстати, СТБ попробовать. Где мой СТБ? Вот СТБ. На СТБ можно пострелять по каткам. Мне надо, по сути, 2500 урона набить. Поэтому это не так уже и много, но... Надо это сделать просто. И все, как можно быстрее. Так, ехать ли мне на горку? Наверное, ехать. Или ехать сюда, на свою позицию, куда я всегда гоняю. Там, кстати, тоже можно было бы на каток кого-то поставить, если поставить. И убивать. Как вариант. Кто у них? У них из СТ-шек Чар Футюр. И СТ-4, Т-30. Не, на горку я не хочу ехать. И 140-й. Не, на горку я не хочу ехать. Это факт. Я сейчас сюда в лошбину падаю. И счастья здоровья. Если тут кто-то захочет проскочить, я буду контрить. Так, 140-й, видимо, здесь один. Он решил свалить. Может, стоит все-таки выехать тут на горку? Попробовать. Ну как, не выехать, хотя бы тут поджаться. Ой-ой-ой. Шальные вердуханы. Ой, извините. Я только спросить. Ой-ой-ой, жестко. Эй. Я же как бы тут сводился. Ну это надо. Надо поджиматься тут, надо ехать. Эх, ты зря. Нормально. На тебе. Я не знаю, куда я попал, если честно, но ладно. Ствол выбил. Это он ничего, лечо поцеливает или что? Я что-то не пойму. Это он ничего, лечо поцелу. Я не знаю. О, выехал. Я не знаю. Убил. Я не знаю. Это он. Движа. Я не знаю. Так, горка за ними Надо постараться как-то самым отыграть Так, он на шот Блин Какие все внимательные, смотри Прям тайминги высматриваются, эх, какие Отлично Так, как-то херня получилась именно с катками Ничего не получилось На горке еще чар-кутюр есть, есть Найс Надо попробовать есть, проскочил, отлично Все, надо чара добивать Добили Так, 268 там 50-100 убили Так, у них еще есть где-то кто-то там Уй, мог уже не стрелять Так, надо, чтобы 268 засветили Че-то толкаешься, лоб Будет 268, будет рай Так, 268 минус И А должен был пробивать, по логике Как это в крышу не пробить Под таким-то углом, хорошим Должен был, по сути, пробивать Так Не получилось тут по каткам пострелять Хм Хм, карта чуть-чуть не та, чтобы по каткам стрелять Давай еще пробуем А, конечно Смотри, тут ни черта нету А че так-то? А, у меня же тут боновое все стояло Я поснимал Смотри, тут Я думаю, что я так перезаряжаюсь долго Так, тут надо досылатель поставить И приводы Но я бы хотел боновое поставить Может купить Оборудование Это боновое Ну, то есть на СТБ Боновое оборудование Это просто все Тут надо вентиль купить И надо купить досылатель Все Так оно и будет Чифтайны я и так никогда не получу Поэтому нет Не вижу смысла вообще копить боны А вот так СТБ становится просто Офигенным танком Так Поехали Лишь думать, что в 140-й Или, ой, 54-й меня перестреливает Я такой Да как такое возможно? Хотя перезарядка и так была быстрая Там что-то 6,5 или сколько секунд Без досылателя Но с хорошим экипажем Сейчас, в принципе, выполню все эти три задания И Надеюсь, что мне дадут 3D стиль Было бы круто Так, куда ехать? Ехать сюда на сторону СТ? Да, наверное, то я и поеду Там можно, в принципе, настрелять Учитывая то, что только одна ПТ-САУ Гриль И куча СТ-шек По-любому там сейчас будет месиво Хорошее Поэтому Каточить можно будет О, 5,5 секунд перезарядка Уже другое дело Кстати, я на доппайке Так, ну это лично я должен В каток настрелять А не кто-то Вот, давай-давай-давай, пацаны Поехали Но если меня сейчас Отстреляют на подъезде Это будет прям печально Зачем наши дальше не едут Я могу сейчас получить Очень сильно И вообще могу даже не проехать Есть, поехали Наконец-то мои Так, отлично Проехал без засвета Прям найс-найс Так, тут, кстати, можно 49-ку Или нельзя Ну, по логике можно Но нельзя Так, ну тут я в катке не постреляю О, вот и гриль Ой, вообще не попал Какие катки? Какие катки? Вообще не попал У меня контрят, гриль отъехал Мне, кстати, СТ-шки на базе Ого, я его башню вообще не пробиваю А он на голде Он, конечно же, меня будет пробивать В башку В башку В башку Орда меня контрит Одна артиллерия Контрит меня Вообще круто Ну, 430-у я там Не смогу Убивать Слишком жестко стоит Нет, просто нереально Серьезно Его просто нереально Просто надо успевать Хотя бы какой-то урон Настреливать Так, второй, второй, второй раз Уже так не везет с картой Попадай О, есть каток, но без урона Хреново Мне нужна карта для близкого контакта Типа этой Отлично Постреляли Типа этой Но, видишь, здесь был 268 вариант 4 И плюс контриль отсюда Сверху Там особо по каткам не постреляешь Ну и плюс Меня не влетело ни одной ББшки Смотри Одна голда Тупо одни голдовые снаряды Может, Эмилю хотя бы настрелять Но я уже не успею Все Просто не успею Можно, правда, разменять свои ХП Чисто уже на пофиг выезжать Просто по каткам стрелять Меня спасает то, что у меня быстрый танк Ай-яй-яй, Эмилю убили Да че ж так-то Так, дал один раз с катком Ех Ой-ой-ой, смотри, как он за холмика выехал Ладно Фигня настрелял Не знаю, хочу Пытаюсь как-то катки выцеливать Ну Короче, такое Нужна более контактная карта Так что прям Хотя можно было в город поехать Но, с другой стороны Я бы там Слишком быстро сдох Так, смотри Ну потихоньку оно все выполняется Особенно по поврежденным модулям Потому что, как-никак, я катки сбиваю Даже если без урона Оно все равно идет как Тут смотри, даже в три уровня сложности А че так Типа я прохожу один раз И потом перехожу на следующий На следующий уровень Мне такое не подходит Где моя ВК-шечка Хочу играть на ВК Потому что Это как-никак тяж Он играется в упор И На нем намного легче будет выцеливать Это все дело Не, ну боновый СТБ прям крут Мне кажется На любой танк Если ты поставишь боновое оборудование Будет хорош Так, кто меня тут может АМХ М4-49 703 Вариант 2 Ну и Тигр 2 А, еще Ренегат Ух ты, КЕ Ооо Вот это говна подвезли КВ-5 Прям все самые неприятные танки И все в них в команде Единственный приятный танк Это 50-100 И то только потому, что он картонный А неприятный тем, что у него Барабанная система заряжения Короче, надо будет играть аккуратно Плюс у них позиция с той стороны намного лучше Для тяжелых танков Не знаю, короче, что делать Пока едем вперед Но не уверен, что здесь получится отыграть нормально Ох, смотри, Ренегат Два танка у них поехало туда Два тяжа Это хорошо Но у нас тоже два тяжа туда поехало АМХ М4 пока что АФК вроде как Каен как бы молодец Красава, что меня толкает Но у меня слишком большая масса Чтобы он меня толкал Так, Каен 703 сюда поехали У них всего лишь две ПТшки ТС-5 Одна из них поехала на другой фланг Это хорошо Значит, можно так Плюс-минус агрессивненько выезжать здесь Они, кстати, не поехали вперед Как тут по каткам стрелять? КВ-5, кстати, на центре Можно у него выстрелить? Можно Куда поехал? Эх, единственная возможность была Прострелить его 502, кстати, с катовочком Ну смотри, КВ-5 едет Его надо убивать Как он бортом ко мне Бортожопит Попробуй его еще пробей Но сколько сделали имбовый танк? Жесть Ладно О, смотри, тут еще АМХа подвезли Раздупрился Так, поехали Поехали, наверное, вперед Куда-то Да, КВ-5 уже все Поехал на центр Надо здесь давить Эмилька, не рискуй так Убьют ироды Так Дома АМХ М4 Фигня Скорпион там Через каток, кстати Критический урон был Это хорошо Это чувство, когда тебя Скорпион не может убить Изи Бро Давай еще попробуем Надо бы, кстати, назад вернуться Но я поеду вперед Там АМХ Плюс Скорпион Скорпиончик Давай, давай Стреляй в меня Я ему каток собью Ну, блин С другой стороны Я его не пробиваю И убить его будет тяжело Скорпион, кстати Уже на голде Этот хрен Меня куда-то выцелил Смотри В чем прикол, что До сих пор Не светится Скорпион То есть Насколько близко Я уже подъехал Он все равно Не светится Просто офигенно Круто ему Круто Скорпиону Так, АМХ сваливает Но Скорпто здесь Да, здесь Так, надо каток выцеливать Каток надо выцеливать Отлично Отлично Дал Скорпион Пофиг Принимаем Едем Я его добиваю У меня только что Уключился холодильник И потух Монитор Сука Самый ответственный момент Ебучее напряжение Блин Я когда стрелял У меня просто был Черный монитор Охренеть Просто идеальный момент Еще одно Стрелять урон По катку И хрен тебе Ну ничего Тут будет победка Хочет что-то радует Но мне интересно Куда он будет Пробивать ТС-5 Ну ТС-5 Его не пробьет По-любому У него слишком Брони дофига А этот пробивает Через лючок По-любому У него очень хорошая Стабилизация Хорошая точность Он без проблем Выцеливает Правда альфа Маленькая Как для тяжелого танка Но с другой стороны У него очень много Бронирования И у него есть Возможность Настреливать Просто жесть В самый ответственный момент У меня потух Монитор Идеально И вот как раз Вот эти 2 секунды Пока не горел Монитор Надо было стрелять 1700 настрела Так, давай посмотрим, чем мы там по каткам настреляли Ну, один урон Я точно дал по катку Скорпиону Это 100% А где вообще Ну, то есть, окей Вот это эти задачи А, вот, нанести 2500 урона Обездвижной техникой противника за любое количество боев Вот А, вот как они сделали То есть, это идет поэтапно Акт 3 Вот это другое задание Короче, это еще и в 3 этапа Ну, как они сделали То есть, если в первом-втором этапе Ну, особенно в первом, ну, акт 1 Там все задания я сделал за один бой Все 3 А здесь они эти 3 задания Еще и поделили на 3 этапа Офигеть Ладно, поехали дальше Можно урон настреливать Но надо такие Короче, надо играть на тяжах Нужны контактные бои Тогда все будет nice Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот однозначно надо доехать на зелень Что у них по тяжам? 50 ТП прототип Плохо, в принципе Но, с другой стороны, я знаю, куда его пробивать Главное, чтобы залетало Эмиль Это хорошо, он картоненький Вот Т26Е5 Патриот Он бронячий, в принципе Ну, ИС-3 такое Особо проблем не составит Короче, может 50 ТП контрить У него хорошая стабилизация Точность И альфа Эмиль вряд ли ИС-3 тоже вряд ли Ну, вот Т26Е5 Тоже мог бы Но, это не точно Эй-эй, давай быстрее Сейчас еще в Бартину напихают Хотя можно напрямую ехать Так, там прострела не было Но стрелять надо было Полик прям вообще Просто себе выезжает Да и все так Я как бы еду хорошо Но нет Вот, кстати, и полик Надо дальше в яму заезжать И ехать своим помогать Ну, тут прям половина команды Это хорошо У нас вот здесь На зелени По центру Стоят враги Я даже вижу Как там падают деревья Но у нас там просто нет света И это очень плохо Но у них здесь очень много танков О! Все за холмом Так, как мне катки тут выцеливать Надо ехать туда прям в упор К тяжам И пробовать убивать УВН у меня есть Это уже хорошо Наша ЛТшка очень плохо играет Разверни башню Ох Там не было смысла стрелять Потому что Башня была развернута на меня В башню я бы его не пробил Так, сушка сейчас откатится А вот и приехал Я Блин, поле объезжает Сука Конечно же мне, блин Батчатик выбит, конечно же Сразу боеукладку Сука Я даже не сомневался Просто жесть, блин ЛТшка тупо сразу же выбивает боеукладку Просто офигенная Просто офигенная инфа, блин Смотри, сука, че делается Поехал помогать союзникам На тебе Это просто пиздец Серьезно, блять Просто Первый же выстрел Минус бэй комплект, блин И от кого? От ЛТшки, блять Я Блин, сука Я не перестаю поражаться Этой конченнейшей игре Серьезно Просто жопа, блин Почему я не стою сзади? Ну, с другой стороны Я по катку все-таки убил Патриота Короче, полная хрень Серьезно Ни черта не меняется в этой игре И с каждым разом все хуже и хуже С каждым обновлением, вернее Все хуже и хуже Ну, по крайней мере В артиллерии не так контрит Не знаю почему, но С артиллерией пока что Все неплохо А, у меня экипаж На Льве было бы тоже хорошо У него хорошая точность Давай, кстати, попробуем Или не попробуем О, тут экипаж Серьезно Четвертого Давай вернем Переобучим Так уж и быть Хотя у меня с другой стороны У меня есть один Ну вот, собственно Это у нас муриканец Так, а где муриканец? Муриканцы А, вот еще есть Вот что Так, США Тяжелые танки Крайслер Вот патриот Специальность Командир Рекрутировать Все, сейчас мы ее рекрутировали Сейчас мы на командира ее тут бахнем Так, чтобы прям весь экипаж Не забирать с этого Хотя, можно даже сейчас Новых сюда посадить Пускай обучаются Я даже вкачаю ей, наверное Ну, лучше Орлиный Глаз Но с другой стороны Наставник И в следующем Пускай будет Орлиный Глаз Лампа Сбросить Блин Твою дивизию Лампу-то я забыл Ё-моё Че на 97% Сука 4 тысячи Ладно 4 тысячи свободки Еще можно потратить Пускай будет Орлиный Глаз Хрен с ним уже С тем Как жестко тупануть Давай нового рекрутируем Те пускай будут на Я-4 Я, скорее всего, Я-4 еще куплю Поэтому Пускай Будет Давай попробуем на нем Блин, я по поводу оборудования Профтыкал Профтыкал по поводу оборудования Я что-то не заметил Там у меня было Что-то досылатель Какой-то Так, перезарядка 6,7 Да, это вроде С досылателем Но это не точно Я вполне мог Досылатель Профтыкать Так, у этого танка ВЛД Хорошо бронированный Ну, лучше всего он играется От углов Вертикальной наводки Но это не так, к сожалению, карта Поэтому Будем играть от ромба Но здесь самое бронированное Это как раз башня Даже ромб здесь Не настолько имбовый Через каток он тоже пробивается Но не всегда Раз через раз Короче, на нем можно Очень хорошо отыгрывать Но к нему тяжело Ну как тяжело привыкнуть К нему надо привыкнуть Потому что он играется Примерно как персик Першинг Так, а кто у них? М103 Е75 Короче, все С хорошим пробитием С одним М103 Там не повезло Вертикший в атаки Ормор Охренеть. Просто в башню. Да че ты, сука, делаешь, говна ты кусок, блин. Обожаю этих союзников. А, конечно. Чем же он еще будет стрелять фугасами? Ну давай уже, выезжай. Че ты, фраер, сдал назад? Че, рамбовать будет? Да ну попадай, я же голдой стреляю. Кстати, у него базовый и голдовый снаряд под калибр. Прям очень круто. Так, смотри, сюда ВЗ-шка поехала. Надо отступать. Блядь, ну конечно, сука, они будут убивать. Блин, ну куда ты торт уехал? Ой, отлично. Не знаю, куда залетела, но ладно. На хер пошел. Ой, хороший танк. Реально хороший танк. Так, щас надо убить ВЗ-шку. Правда там фор... Ой, у нас такой пасос жесткий, оказывается. Оказывается. Блин. Че-то я не ожидал там кого-то встретить. Ой, ну, не, ну танчик реально прикольный. Тут не поспоришь. У него броня такая довольно специфичная. Ну то, что ТС-5 с ББ-шки пробил меня в щеку, это... Ну, это для меня даже была новость. У него бронирование в башне очень хорошее. Это факт. Так, еще я хотел... Сейчас же открылась у меня чертежи. Седьмой этот. Я хотел посмотреть, что тут к чему. 21 чертеж. Это еще два я могу открыть. Бульк. Так, теперь мы, смотри, надо как-то перейти к прокачке. Надо 17 тысяч. У меня 5700 плюс 3, 8. 8. А надо 17. Блин, еще играть и играть. Но я не хочу вообще на том играть. Хотя, с другой стороны, можно будет его купить. И чисто хотя бы на нем X4... О, кстати, X4. Можно будет сыграть на нем. Так, где мой... Где мой ВК-шечка? Побежали. Можно будет X4 на нем сбить. И это уже будет круто. Так, снова бой с девятками. Только один. У меня вроде был бой, где фулл-восьмерки были. Здесь все с девяточками, с десяточками. Обижашки. Я хочу по каткам стрелять. Так, надо, кстати, брать льва. Пока сейчас плюшки горят. Я просто хочу... Ну, то есть я тут неплохо уже на этом танке фармлил опыт. Но льва почему лучше взять? У него лучше точность. Снова-таки хорошее бронирование. И он как раз по каткам может хорошо настрелить. Ну, то есть для меня самое важное задание... Это как раз стрелять по каткам. Почему? Потому что остальные два задания... Сбитие модулей наружных... Ну, повреждение модулей наружных и внутренних. Это по-любому выполняется. Потому что мне надо набивать урон по каткам. То есть каток это модуль. Я буду повреждать его, будет выполняться это задание. И плюс попасть в топ-10 своей команды это тоже... Тоже, короче, можно. Поэтому остается действительно, надо просто выполнять третье задание. А предыдущие два будут выполняться автоматически. Кстати, тут с семерочками. Нифига себе. Смотрю, Т29, Суперхелка. Тут не только девятки, но еще и семерочки. Так, ну Т10 мне, конечно, будет пробивать. Ой. Блин, можно было в 257 стрелять. Я что-то думал, что Т10. Ну если будет Т29 выезжать? Что? Это что, ему в НЛД залетело? Ай-яй-яй. Ну в камень попало, он дальше там стоял. Они уже, наверное, поняли то, что... Никак. Хе. Их. Еш. Ааа. Дал упреждение, которое не надо было давать. Так, а почему не светится? Вопрос. На миллион. Офигеть. Да как так? Почему ворота не простреливаются? Я же тут офигенно стреляю. Так, может ехать с Т10 драться? Так, каток есть, но без урона. Это плохо. А как у 257 с пробитием? Как по мне, они, короче, как-то не светятся. Ну смотри, я ему каток сбил. Ну да, там, в сути, тела дольше не было. Может вообще не на них поехать, а? Ах, что? Как я его пробил? Это ж просто нереально. Офигеть. Просто... Ну то есть, в корпус вряд ли. Хе. Просто нонсенс. Короче... Я бы его туда физически не пробивал. Я не знаю, как я его пробил. Просто я не представляю даже, куда оно могло залететь. Мне кажется, ему так сейчас обидно стало. Просто он играет на девятке. Очень бронированный, короче, хороший, классный. А я его просто унижаю. Блин, ну он через катки его хрен пробил. Это как бы факт. Да ну! Он через катки не пробивается. Просто вообще никак. Так. Это... Ха. Жесть. Я его вообще не пробиваю. Ноль. Так, есть. Ну блин, у меня прикрытия нет. Меня могут без проблем закрутить. Если на меня упорются, он меня убьет. Есть. Развел. Блин, да какого хрена без урона-то катки? Ну ё-моё. Блядь, чё я тут пробил? Блядь, мне надо с уроном, сука. Блядь, да ведь чё, ну приколи, кинули меня, суки, просто и всё. Блядь, да ведь чё. Блядь, да ведь чё, ну тут да, тут уже без вариантов. Не, ну меня жёстко кинули, реально. Я тут уже жил. Я понимал то, что меня скорее всего будут крутить, но, блин. Вот. В чём прикол, что вот смотри, АТ-шка, она сейчас развалила тупо вот этих всех тяжей, которые здесь выезжали. Просто тупо одна АТ-шка. Эх. Не, ну 2-5-7 через каток. Ну, то есть через каток он не пробивается. Что мог, то сделал. Конечно, я модули критовал, но пробить... Надо было всё-таки, вот я 2 выстрела дал в этого, как его, в Т-29 без урона. Ну, то есть я пытался как, ну хотя с другой стороны я бы там, я там, ну я понимал то, что я там не пробил. Но я всё равно туда стрелял, потому что надеялся. Но нет. Ну что, вторая попытка. Пытка не пытка, вторая попытка. Х4 собью, я не буду на нём играть. Чисто надо один бой попытаться... А где? Вернуть экипаж. Почему отсутствует эта надпись? А, это, наверное, если она на другом экипаже просто. Тогда она отсутствует, ой, присутствует. Надпись эта. Так, давай ещё там, я же его вкачал вроде. Крайней мере, это... В принципе, если я собью x4, но всё равно не хватит. Не буду я модуль на него ставить. Нафиг. Не хочу, не буду. Сыграю чисто так, постараюсь просто настрелять. Хотя можно поставить доппайок. Чтобы он хотя бы был относительно играбельным. Так, бой с восьмёрками. 50-100. Ну, я, в принципе, пробиваю. А, они будут тяжело пробить. Остальных я, в принципе, пробиваю. Ну, есть два варианта, но у него картонный корпус. Поэтому я всё равно пробиваю. Так, еду однозначно сюда. Наборку я, конечно же, не вылечу. Да и нет смысла. С моей перезарядкой там сейчас УДИС приедет. И всё. ФВ-шка приедет. То же самое. Всё. Смотри, что это говно делает. Ему обязательно было туда переезжать. 9 секунд перезарядка. Нормально. Альфа-250 у меня вроде. Можно будет попробовать блайндить. Но, короче, такое себе. Не знаю. О, каталка. Он, кстати, без ремки. О, вообще в землю упало. Нет. Вот смотри, я в Т-25, возможно, попал. Не, не попал. Но первый раз, возможно, попал. Потому что он сюда залетел, и снаряд не взорвался. Вот. Теперь взорвался. Блин. Он так классно выехал. Я думал, он едет дальше, поэтому я... Ай. Что, голду ещё жарить? Вот. Я вот так хотел выехать, и вот там стрелять. Офигеть. Вообще ни черта не пробивает. Очень печальный танк. Реально, я... Я не знаю, как люди на нём играют. Лично мне он очень печальный. Ну смотри, уже два раза залетело. Я не уверен, что с уроном. Но мне надо сбить Х4. Этот мимо. Тоже мимо. Так, заряжаю ББшки. Сейчас ещё эти кусты про блендев. Пробляй, индю. Нет. Это не залетело. Снаряды есть, чтобы не стрелять. Ой, принц, ты зря едешь. Смотри, ИС-2 чуть-чуть покоцанный. Возможно, у него залетело. Но не факт, что от меня. Зачем туда Блэк Принц поехал? Надо сюда ещё в дальний кустик попробовать. Нет, не залетает. Ну, оттуда вроде как снаряды вылетают. О, смотри. Эмиля вальнул. Так, ну у меня снаряд заканчивается. Надо как-то поаккуратнее. Чали. Надо чили как-то поаккуратнее. Может, поехать поубивать вот эту ВК-шку поближе чуть-чуть? Потому что, ну, как бы, мои пацаны там стоят, но они сейчас умрут, потому что их с двух сторон разваливают. Сзади ФВ-шка, спереди два тяжа. Ой-ой-ой, тут двухстволка. Сссс. Поиграл. Ого, тут ещё и Е-25, серьёзно? Не, не хочу это танковать. Отлично, пацаны, убивайте, убивайте. Так, Е-шка отвалилась. Это хорошо. Так, у них там ещё спереди Т-25. У меня мало ХП, я не могу ехать вперёд. Но вот ИСа второго было бы очень хорошо убить. Только бы меня не убили. Так, сколько там, 221 у меня настрела. Надо будет посмотреть, сколько я блайндерами настрелял. Вот этого я как раз и боялся, то, что меня убьют, когда я буду вот это проезжать. Но ладно, хрен с ним. Так, где ВК-шечка? Смотри, уже, в принципе, 100 кусков пофармил. Опыта, 100 тысяч. Ещё 53 тысячи. Офигеть, вот это на нём опыт фармится. Просто жесть. Ну, то есть, приятный танк, приятно на нём играть. И в конечном итоге ты круто фармишь опыт. Это очень круто. Мне нравится. Всем советую. Реально классный танк. Я, правда, сейчас играю не на результат. Поэтому не надо то, что там... Ну, во-первых, я давно не играл. А во-вторых, я пытаюсь всё-таки делать вот эти задачи. Потому что я хотел бы... Ну, хотя... Если бы это были просто задачи, там, 2,5 тысячи по каткам, я уже это выполнил. Но это как бы в 3 этапа. И там вроде надо... Второй этап 5 тысяч настрелять по каткам. А третий этаж... Эвый этаж. Третий этап 10 тысяч. Это тяжело. Так, я хочу поехать сюда. Я там буду максимально эффективен. Ну, в принципе, там ИС-2 вариант 2 очень эффективен будет. От камня отыгрывать. У меня просто есть лючок, который пробивается. Т-26Е4 может там отлично отыграть. Но... Моя персона там сомнительная. Но я всё равно туда поеду. Мы вдвоём с ИСом там поместимся. Это факт. ИС-2 там со своей двустволочкой, с быстрой перезарядкой. Он там вообще чётко должен отыграть. Посмотрим, короче, что к чему. О, Т-30-ый там эффективен. Ну, смотри, Т-30 уже как бы вражески едет сюда. Т-26 решил дальше не ехать. А я поеду. Там ещё... О, фу-фу, фугасный. Неприятно. ИС-3 наверху. Ого, а чё так? Т-30 КД. Так, давай-давай, текай-текай-текай-текай. Ну, обидно то, что меня Т-30 вражески будет пробивать, скорее всего. Ну, где тут Т-30? Я боюсь то, что он в последний момент засветится, когда уже выйдет для стрельбы. И просто жарнёт. Прям так, от всей души. Так, а чё Муца не убивают? Муца, чё не убиваете? Блин. Быстрее вернитесь, кто-то. Он сейчас просто нас обойдёт. ТВП. Да, блин, дайте... Смотри, чё Муц вражеский делает. Отлично, да? Команда просто... ТВП сзади стоит, ни черта не делает. Типичные союзники, типичный рандом. Тут, блядь, ничего не сделаешь. Ничего не скажешь. Просто... Просто жесть. Я, короче, в шоке. Стоят дегроды и просто ни черта не делают. Так, а Шкода, Шкода была шотная или нет? Да. Была шотная. Всё нормально. Уже не шотная. Достоялся парень. Так. Не буду езжать. КОНЕЦ да ёптель моктель ай-яй бля да ну чё ж за фигня надо ехать тут ни черта не настрелял ух ты ж ё тут мбк подрвали так все я короче уже никуда не еду стою здесь поедет из вперед бью ну у меня слишком медленный танк на горку кису я не выйду это однозначно у ее из к . найс 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 так прям то что мне надо прям то что доктор прописал 1800 настрела ну смотри вражеские танки они делали правильно они не выезжали и собственно за счет этого я не настрелял я приехал в позицию но туда никто не выезжал умнеют умнеют игроки аллилуйя хотя бы вражеская команда умнеет мои дегроды конечно же нет потому что пропустить по центру в спину эстэшку и абсолютно на нее не реагировать ладно я промолчу так какой у меня там прогрессиус смотри поэтому есть уничтожить машину противника 4 из 10 а это не то нам не надо нам надо вот это ну смотри 9 боев сыграл в 9 боях я был в топ 10 по опыту ну как бы логично а тут в топ 7 а тут в топ 5 о смотри так она с одной стороны увеличивается сложность а с другой стороны уменьшается количество боев это круто тут смотри я уже акт второй выполнил сумма поврежденных а тут надо выполнить вот это чтобы это стало доступно сумма поврежденных или выведенных из строя внутренних или внутренних или внешних модулей также раненых членов экипажа противника ну а че дальше противника чо чо дальше я хочу почитать мне интересные условия потому что я выполнил всего лишь три раза а часть 2 часть 1 выполн все я туплю короче это то же самое что это просто второе переместилась на первые на первое место из-за того что первый уже выполнен так а здесь смотри 2 200 уже суммарки настрелял на 2 с половиной надо стрелять дальше давай беру льва хотя тут 96 я плюшку включил на фарм не попробую льва вернуть бой у меня просто один экипаж на вк-шку и на льва ну а смысл если лев тяж прям я переобучил экипаж на вк-шку и ну то есть один экипаж на два танка поэтому я не могу если у меня вк-шка в бою брать льва хотя лев это как раз отличная машина для того чтобы стрелять по каткам потому что у нее есть точность точность и бронированная башня которая позволяет ну тоже и борт бронированный позволяет совокупность этих всех показателей выехать свестись и наверняка выстрелить куда-то в каток ну в катки по-любому надо стрелять даже если без урона ну с уроном это предпочтительнее но без урона тоже подходит потому что это все равно засчитывается в другое задание поэтому ну то собственно которое уже первый первый этап выполнил надо сейчас ехать к тяжам по любому и просто там короче модули сбивать модули и катки так с центра будут отстреливать в принципе стэшек только три не не будут не будут тайп еще не приехал а две остальные стэшки не здесь поэтому не будет никто отстреливать сейчас тайпа возможно можно будет жахнуть нет не получится жахнуть так смотри сюда едет патриот это плохо он довольно таки бронированный и даже через каточек его тяжело будет пробивать у нас кстати на центре все очень плохо там один ланс инси колесник не в счет так в нлд то она залетела жаль нет задания типа на танковать там не знаю еще чё-то так ну елси я тут никак опа-па критический урон отлично так ну там смотри там есть три варианта вот кстати так Каен хорошо как бы то что он туда поджался что у них ППТшка ой боже какой лошара если честно так его можно тут убивать он меня как раз не будет пробивать так на первый раз залетела там есть такая точка небольшая куда он пробивается вот сюда так у них есть одна ПТшка в том СТРВ вот и она да вы чё серьёзно блин артовод может добить или это даже фугасами может добить блин и труппица третьего слишком тяжёлый 257 257 наш сзади уснул блин прошляпил ой прошляпил да то что я и говорил меня артиллерия убьёт офигеть я убиваю танки девятого уровня без получения урона меня просто артиллерия убивает ну как бы это нормально чему тут удивляться это всего лишь это всего лишь так и есть так смотри тут я сбил Х4 так у меня на стрелы был была всего лишь одна тычка а настрелял я по инвизу скажем так грузись 903 то есть я дал ещё 4 тычки 4 тычки я дал по инвизу прям офигеть ну чё пробуем ещё давай что-то одену на него а то голый босый просто волосый давай вот этот самый позорный болельщик мне он жутко не нравится ему уже лето лет ну смотри учитывая если я даже золото переведу я могу прокачать это всё дело но я как бы не особо хочу это ну то есть не хочу золото тратить давай пробуем буду играть параллельно катки на этом танке конечно же хрен повыцеливаешь ооо тем более на этой карте тут вообще тяжело будет попасть тем более с девятками вообще жесть если бы вот этот режим этих арта тигров не помню как он называется если бы там можно было фармить серу я бы играл всё время ну то есть вот три часа я бы отыграл в этом режиме там пытался бы что-то настреливать какой-то рекорд ставить но нет бесполезный режим мне абсолютно не нужен ну что за него дадут медальку и в конце то есть надо 50 машин убить а это фиг знает сколько надо отыграть если в среднем получается там окей две машины в бою убивать не больше как бы такое нормально там ебр побежал вот триста вылетел триста офигеть колесник тут приехал жестко ну нормально о залетела ну альфа на этом танке радует это как бы факт играется как типичная советская стэшка даже звук от снаряда такой так ну ебр стоит в кусте но он и так ни хрена не видит еще и плюс стоит в кусте дальнем ммм будет свет да нет не думаю так давай тут может поблайндим а блайнды наши ой как я люблю вот эту камеру блайнды наши ой где где камера блайнды наши все смотри смотри что делается ооо с каточком ммм а это прям кайф только что был как он смог так заехать на своей 44 просто жесть так чуть-чуть дал скаточкам первое задание уже выполнил первый этап как бесит эта камера то что она прыгает вниз нет лт-шку наш проснулся молодец отлично отлично кстати критический урон критует это ст-шка хорошо давай 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 уй отлично как раз скаточкам ух слышишь как ты получился этот танк идеальным для того чтобы выполнять это лбз ну как лбз задание это может и себе поехать офигеть да тортой приехал тягается там со стандартом отлично надо на сушку ехать война скорпиона надо тупо бить скорпиона если бы я сейчас попал это просто было бы вах ох так 1300 настрелял но лучше чем ничего возможно еще блайн доля какая-то залетела вот что называется свелся не до конца блин уже все я не успею уже доехать не успею в принципе у этого танка хорошая стабилизация а учитывая то что еще доп паёк он еще и больше улучшил то что как бы сведение долго это не такая уже и проблема сама стабилизация хорошая без варианта наверно phase 1 его убил да по-любому если вряд ли бы со своей стабилизацией попал к в 13 урон намного меньше а там единственный сзади кто его мог зацелить так хорошо это phase 1 ну неплохо неплохо хорошо так неплохой бой так 1300 1300 было на стрелах сейчас посмотрим может по кустикам я стрелял что-то залетела получена особая награда 100 бон спа-си-бо 1300 1600 да видишь все таки залетел один шот это то что я говорил что снаряд не взорвался скорее всего залетела 1600 залетела это холл от того сколько мы там насчитали 900 900 шесть пятьсот чем тут еще дали помимо этого а именно красоте и дали ой тут с экипажем вообще все печально кстати можно на этом танке делать вот эти лбзшки как оказалось или не стоит активировать а все таки уже на следующем да не буду пока что это все активировать пускай себе будет буду просто сбивать каждый день там иксы да и все я ну то есть на нем нет смысла играть я не скажу что прям хорошо на нем не ну лев красава лучше чем в кашка даже если в кашку еще можно пробить в щеки или выцеливать без проблем люк который очень большой то у льва этих проблем нету у льва выцелить лючок практически нереально хотя было такое но если лев стоит снизу то сверху танки могут пробивать его в люк это было на том же париже я был вот там в яме короче где всегда я стою и меня каэрнарвон экшен икс со своей идеальной стабилизацией и точностью он меня там просто убил чисто стреляя в лючок вот он примерно вот так видел мой танк то есть крышу видно кусок и плюс лючок большой все ну то есть лючок большой именно с такого вида и вот так он собственно меня и убивал так смотри тут играем с восьмерками в принципе е-75 т.с. может меня контрить и сы вторые и сы третьи нет ну в принципе все больше никто артовод он спит не трогай его так смотри катюши тут долбят он смотри залетает ну он сначала залетел аж потом через какое-то время взрыв идет так ну я не хочу падать вниз хотя с другой стороны в упор драться она будет лучше и одна артиллерия причем 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 ну вот здесь сверху намного лучше играть но я не уверен то что смотри тяжи вражеские едут все на наше в меньшинстве у нас там внизу не пускай их убивают я не поеду туда потому что мои там убьют убьют умрут они убьют так критический урон есть это главное там можно было сразу же возле маски пробить но туда очень тяжело попасть более с такого расстояния надо ждать надо ждать пока моих там перебьет вот один уже минус сейчас двоих тяжей убьют в кит вражеский из 3 просадился просто жесть в нулище зачем ты поехал туда еще один сразу же отхватил ну смотри мои шотные 14 15 процентов а микс непонятно зачем туда поехал вообще как бы фиг его знает что он там забыл ооо ист идеально короче типичные рандомные игроки еще один фуловый ист туда поехал умирать молодец он видит то что там уже танки умерли и он все равно доедет л логика помочь шотному союзнику и самому там умереть хорошая логика хорошая логика смотри там все короче большая часть команды у них там не очень хорошо то что меня сзади страхуют если что птшки этот ист 3 поехал просто умер так ну все они тут приехали дальше они уже не пройдут дальше не проедут тут их можно долго держать да вы и тюже чтобы я тебе дал дал уран я просто в тот квадратик могу попасть но не уверен что я теперь попаду он чуть больше его выставил и все нормально так я специально сейчас отъеду чтобы он не выезжал чтобы я закадышился так есть ну тут даже тут уже вопрос больше стоит в победе чем ух ты ж эх чуточку буквально не хватило что стоит такой а то там то там я ему такой на так надо катки катки с этой позиции прям вообще нереально будет уцеливать ну ты будешь выезжать или нет ты меня сейчас просто сдерживаешь очень сильно о ну ты или едешь или не едешь давай давай еще и ну это уже было это уже было неправильно упор не одни криты идут блядь серьезно блядь блядь да вы че на приколе сука ну с центра же убивают просто идеальные союзники блядь блядь я хуею это просто пиздец серьезно блядь просто сука вот тут стоят танки вот тут вот тут стоят танки блядь этот долбоеб там блядь сидит в той яме своей оооо вот я бы здесь всех их перебил вот этот танк ни один бы отсюда не выехал ни один меня просто сука убили в борт ох бесит как же бесит вот это ничё всё на мана всё на мана давай возьму еще патриота тяжело 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 как то через катки ну то есть они не так что подставляются для того чтобы ну то есть обездвиженная машина это сто процентов каток или же хотя стоп там условие было я должен ее обездвижить или же пофиг или же кто то другой может обездвижить и можно уже просто урон наносить допустим если артиллерия врезала сбила каток и я буду набивать урон он будет мне засчитываться или нет машина же обездвиженная по логике надо еще раз условие почитать потому что как то ну такое блин просто с центра убили обильно так почему я на этом пацане не играю ну он же реально крутой реально крутой танчик то что альфа у него слабенькая да это есть такое сколько у него урона 240 ну то есть 240 но пробитие это хорошее 230 это офигенное даже пробитие как для тяжа 230 мм на восьмом то уровне плюс бронирование очень хорошее лючок у него тяжело выцелить ну короче тот же персик но только не персик ну давай едешь я то знаю что ты поедешь ну и ну и ну и ну и ну и Какой тут рельеф стал. Конечно ты меня побьешь. Блядь уже сзади. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, просто промолчил. По поводу того, что артиллерия мне врезала на... Сколько там? 408. Арта, 408. Японский бог, серьезно? Чтоб у меня так залетало. Охуеть. Как? Каким хреном? Куда он меня пробивал, блин? Чё, прикол такой или что? Короче, я уже не хочу играть в этом бою, серьезно. Просто жесть. Когда у тебя всего 1300... Или сколько у него... Блин, сколько у него хп было? А, 1500. 1500. Полторы тысячи хп и тебе... На 500 практически лепит сразу же артиллерия. Это... Это все. Это минус желание играть дальше в этом бою. Не, ну альфа, конечно, просто жесть. Даже 200 не вылетает. О, ортопидор. Сосать. Не, надо выезжать. Даже не знаю куда, серьезно. Тут ты везде светишься и везде тебя контрит опта. Просто везде. Их же ж двое. Как хорошо, что ревы. Блин, ну в защитнику ехать не вариант. Не вариант, потому что там тоже будет убивать арта. Не знаю, серьезно, я не знаю, что тут уже делать. Тут, кроме вот этой горки, ничто от артиллерии не защитит. Офигеть. Портовод дал на 400. 8. Да, очередной посос. Как бы все нормально. Охуеть. Просто, блядь. Зачем? Просто зачем сводиться, если, блядь, это колесник? Просто вертуханг стреляет, стопроцентное пробитие. И делай, что хочешь. Ух. Жесть. Жестко, однако, жестко. Так, бой с десятками. Полевая карта. Тут по-любому не получится по каткам урона. А, я забыл посмотреть условия. Еще и не кидает на такие карты, где арта практически ничего сделать не может. Реально, стабильно вот это. Стабильно вот поле. Тут какая-то Прохоровка. Прохоровка. Не, Прохоровку, кстати, еще не кидала. Малиновка. Вот. Эль-Халуф был или нет? Стоп, был Эль-Халуф? Нет, Эль-Халуф. О, кстати, Эль-Халуфа не было. Хотя нет. Парижа. Париж был. Это как бы карта, на которой арта не особо может контрить. Так, все-все-все. Фу-фу-фу. Фу быть таким. Так, ну я, кстати, хочу поехать туда, на поле. Мне в последнее время я туда начал кататься и мне там понравилось играть, если честно. Там есть рельеф. Там можно играть от УВНов. И там классно играть от УВНов. Тут как ни крути, но это факт. Сейчас мы с Т-30-ым туда поедем. Главное, чтобы туда не приехала какая-то жесткая контрящая СТ-шка. Типа 268 вариант 4. Так, с Т-30-ым кто-то врезал. Ого. Вертухан божеский. Бля. ПТ-шка стоит. Тупо стоит на центре ПТ-шка где-то. Вот там где-то стоит ПТ-шка. Очень неприятно стоит. А ее даже никто не может засветить. Так, Т-30 тебя спереди убивают. Да. Чариотер. Фугасами. Просто фугасами уничтожают. Бля, это просто идеальный танк, серьезно. Просто все. Ой-ой-ой, зря-зря-зря-зря-зря-зря. Я тогда поехал. Т-30-го прям жестко убили. Так, ну я уже не особо хочу ехать на Удиса. Ну то есть Удиса десятку я пробивать не буду. Не, не хочу я ехать. Бухой я тут тоже не постреляю, потому что у меня УВНов не хватит. Путь отступления отсутствует. Ну то есть как, можно конечно жопко ехать. Кто у меня контрит? Прототип. Хреново. Прототип это не преграда. Тут бы какую-то ПТ-шку десятого уровня была бы получше. Протом какую-то ДПМ, ну или бы Удис сюда подъехал. Я просто боюсь то, что мне сейчас напихают. Это будет неприятно. Ну да, чувак. С тобой я точно не хочу перестреливаться. Ну все как бы, Торт меня точно не пропустит. Так, 28 вариант 4 сейчас убьет там около. Не, ну это как бы не выход. Тортоиза мне очень тяжело будет пробивать. Можно поехать с Удисом потягаться. Ну это хреновая идея, потому что Удис если встанет в позицию, хорошо. Я ее просто никаким хреном. Ахаха, ну как? Как так можно не попасть? Мне интересно, он меня в башню будет пробивать? Не интересно, он мне в башню будет пробивать? Ого, артовод звичайный. Так, Удис тут. Надо теперь тортика контрить. А ну. Пробуй. Кстати, я его ББшками пробиваю. Не обязательно на голду перезаряжаться. Или все-таки стоит. Там есть небольшая полоска. Зелененькая. Не, я не хочу голду обыстреливать непонятно на что. А это его просто не пробивает. Так, СДА стоять. О! Первый зашел. О, я еще и свечу в принципе неплохо. Эх, ну высоко летит. Так, тортик минус на Доводиса. Я просто боялся, что у меня венов не хватит, поэтому я... Стрелял. Лох. Просто лох. Он мог меня каточит без проблем. На хер пошел. Эх. Я уже... А, фошу ямю. Уже ничего не успею сделать. Так, 2000 на стрелах. Честно, вот сюда ехать реально офигенно. Даже если арта есть, там за барханами еще можно как-то отыгрывать. Ну, реально прикольно. Я не знаю, я никогда не играл через этот фланг. Я всегда ездил туда в горы. Но в последнее время там тяжело очень стало играть. Особенно вот с десятками, как здесь. А здесь, будучи с десятками, я ехал всегда вперед. Играл... Ну, по сути, играл аккуратно. Но с другой стороны, я был на острее атаки. Потому что я, собственно, и был вся атака. Я ехал вперед. Почему так быстро боевый пропуск проходится? Ну, серьезно, это как-то очень быстро. Только что был седьмой, уже бульк восьмой прошел. Что такое? Я что-то не знаю. Так, когда у меня там чертежи следующие? Аж на пятнадцатом уровне. Короче, еще играть и играть. Мать моя женщина. Так. Давай берем дальше льва. Поехали. Я снова условия не посмотрел. Я уже в бою. Эх. Просто если можно по чужому катку, я даже приоритетнее буду выбирать те цели, которые стоят на катке. Просто им наносить урон. И он будет засчитываться. Ну, то есть, если просто будет условие, что нанести такое-то количество урона по обездвиженной машине. Если там будет условие, что типа сбить каток и нанести по этой машине урон две с половиной тысячи. Ну, то есть, короче, там уже больше, чем две тысячи. Но он не факт. Не суть, вернее. Короче, надо конкретно условия прочитать. Потому что я его забыл уже. Там будет Крайслер. И я его не пробью. Парень спрашивает в чате, какая стэшка самая быстрая в игре? Леопард же ж вроде. У него ж максималка 75 километров. Хотя едет стабильная 70. Так, стоит ли падать вниз? Так, там про джетку. Ну, если будет поддержка, возможно, стоит. У меня есть хорошая бронированная башня, и можно будет разваливать. Главное, чтобы сейчас про джетку не упал на нашего буля. Ну, бульдога, конечно, альфа жесткая. А что, про джетка не хочет светить? А, не, смотри, свечусь. А, там еще ХВК. Ну, альфа вылетела 334. Ну, тут да. Слишком ром довернул, но зато дал скаточкам. Ну, че, лев, поехали. Давай. Фраер. Сейчас нам ТВП-шка врежет. О! Крит. Ну, че, у него ж нету. Я знаю, что артовод закинул. Я знаю, что артовод закинул. Просто идеально закинул артовод. Кстати, ну, смотри, просто... Просто сношают артоводы. Это жесть. С критом. Таранчиком. Добивай. О, молодец, красавица. О, артоводы сношают. Просто же... Да давай едь. Ну, че ты это? Езжай. Не сцы. Просто не сцы. Парень, мы тут затащим. Сейчас от этих всех тяжей будем тут разваливать. Главное у ХОНИ попадаться. Потому что он артовод. Как мне засветить этих пацанов? Ну, то есть, у меня обзор по-любому лучше, чем у них. О, вот смотри. Один есть. Э, светитесь? У меня аж мега обзор. Алло. А, он слишком далеко. Так, а зелень кто-то мне тут просветит? Я бы пострелял, если честно. Или можно... Не, наверное, лучше по низу проехать. Помощь 703, вариант 2. И заодно, если что, просветить тут... ПТ-шек. Специально туда поверну башню. Ага, ВЗ-шка там. Я ее отсюда никак не увижу. У них еще есть одна где-то ПТ-шка. Ага, Фрединанд там. Так, ну, короче, можно тут туда ехать. Сейчас они там эту ВЗ-шку допилят. А я сейчас буду здесь выезжать. Плюс лев как бы сзади есть. Они по-любому будут меня поддерживать. Так, катки, катки, катки. Надо не забывать про катки. Оу, ты смотри, смотри, смотри. А я между домами хрен попаду, да? Бля, этот мне сейчас барабан тут будет пилить. Ну, не, смотри, не захотел. Блин, как в него попадать? Серьезно. О, задний каток. Вроде задний каток. Если задний каток, тогда вообще все, офигенно. Если нет, тогда, увы, не особо офигенно. Ну, офигенно. Давай, разверячивайся. Каток. Ну, за что? Так, чисто на реакции убивал. Потому что он бы меня добил. Мне пришлось на реакции стрелять. Ага, смотри, откуда он тыкает. Отсюда. Эх. Надо было вертухон бросать. Я же сразу на него свелся. Ну, ничего, неплохо. 2 200 на стрела. По каткам, кстати, я неплохо настрелял. Критов много было. Я, короче, красавчик в этом бою был. Правда, у меня очень жесткая артиллерия снашала. Ну, то есть, реально. Особенно, когда я в яму падал. У меня 2 артовода. Один прямым попал. Второй рядом. Все очень больно дали. И... Короче. Типичные артоводы. Есть. Выполнил я гусеницу. Давай посмотрим что-то... Ой, мне не сюда надо. Мне задачи надо. Задачи. Так, смотри. Попасть в топ-7 своей команды. Ну, такое... Мне кажется, я каждый бой вот это выполняю. Потому что по опыту я всегда хорошо. Так. Знаток уязвимых зон. Смотри, я уже второе почти выполнил. Круто то, что оно... А нет, оно не засчитывается все подряд. Оно ее с нуля идет. И тут, смотри, я уже 2 500 настрелял. Теперь 5000. И тут 7500. Ой, ну хоть радует, что тут не 10 000 и не 15 000. Это уже радует. 7500 это не так уже и много. 2 500 уже настрелял. Еще, по сути, 5 и 7. Ну, короче, в сумме, как бы, много. Не, ну лев прям... Реально, это очень крутой танк. Он один из самых старых премтанков. Хотя, возможно, даже это и самый старый премтанк. А с другой стороны, он самый крутой. Ну вот, в плане бронирования и комфорта стрельбы, реально, лев самый крутой. Он, как бы, платит за это все дело своей скоростью, но с другой стороны, он просто шикарен. Так, 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 так. Едем, покажем, что такое УВН. А, ну хотя, да, я сейчас приеду, мне Эмиль второй расскажет, что такое УВН. Скажет, парниша, иди, бери другой танк, иди в другой бой. Так, Type-4 Heavy, это, конечно, угроза. Брони там, конечно, завалить. Так, Type-10, поехал с этой стороны. Кстати, его было бы там, было бы там. Так, он отступает, и он за домиком. Его можно там сейчас закоточить, кстати. И его и так убивают. Боже, как он бездарно использовал. Блин, очень серьезно. Как он бездарно сейчас отдал свой танк. Просто топовый танк девятого уровня просто взял, поехал и отдал свой танк. Потому что его расстреляли, стреляли в него все, кому не лень. Я не знаю, какая у него статистика, я сейчас играю абсолютно без модификаций. Но мне кажется, он очень слаб, если он так сыграл. Он как минимум мог поехать вот сюда, в толпу, вместе со всеми тяжами. Ну, радует то, что я через каток его убил. Это радует. Ой-ой-ой, 430-й, да поехал, это плохо. Снова эти артоводы, как бесят, серьезно. Так, я снова имели долг каток. Но я 430-го боюсь. Очень даже. Очень даже боюсь 430-го. Жесткий парень на 430. Ох, один артовод, как он жестко тут бьет всех. Просто забей. Ну, че его делать-то? Пацанчики наши там играют. 430-й пока в яме. Блин, щас от артовода получу. Ииии. 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 Не хочу. Ой. Мышка, работать. Мышка, работать. Ииии. Ну, я ж так четко целил. Край башни. К жопу башни. Поиграл, короче. Я поиграл. Валим отсюда. Как я обожаю. Вот, блин, каждый бой, открытая карта, где даже один артовод, но он тебя просто сношает во все щели. Потому что ему пофиг. Потому что у него есть возможность. У него есть максимально просторная карта. И максимально офигенные прострелы. Как ни крути, у него есть все для того, чтобы настреливать охренетительное количество урона абсолютно безнаказанно. Вот, примерно как-то оно так. Сейчас он убьет Т-30. Тому стоит только подсветиться. Это факт. Он бы, кстати, и правда сюда вообще вернулся. Но он просто сейчас умрет. Ой, молодец. Ой, он стоял, целил 430-го. Он так и умер в такой позе. Ой, красиво дал. Ну, АМИКС, ну че ж ты там так... Вообще, зачем ты там стоишь? Его просто сейчас с двух сторон будут расстреливать. И он не сможет нигде... ...просаппортить. Это все дело. Не сможет самому себе даже помочь. А я чуть-чуть не попал на шортовод. Блин, какие хорошие игроки, серьезно. Залететь. Все, надо засейвиться от арты. Ну, не знаю, смотри, Type-4 Heavy фугасом меня добирают. Сейчас 400... Блин, меня тут могут просветить. Ой, 50-120, зря туда поехал. Его сейчас отсюда с горки будут убивать. Я очень... Ну, как, плохо, по сути, стою. Просто велика вероятность того, что я первый засычусь. Хотя я стою. Но все равно это возможно. Но я просто очень надеюсь на свой хороший обзор. То, что я просвечу первый. Офигеть, Heavy фрезал ББшкой. Нет, тут надо стоять. Мне ехать вообще не вариант. Мне что-то кажется, что они вернулись. Вот из два варианта два... О, да, видишь, 703 вернулся. Где 430, я не знаю. Но он, возможно, тоже вернулся. Попробовать поехать, давай попробуем. Там и так наш стоит на захвате. И наши, по сути, неплохо так в защиту там встали. Эх... Эх... Да. Надо было... Надо было... Ехать раньше. Ну, я примерно так себе и думал, то, что они все вернулись, но... Я шотный. Поэтому я не особо хотел ехать. Ого, смотри, я там еще в нем хп и хп. Ну, по сути, 120-ый мог бы просто упороться. Хотя он с дуплета мог бы врезать. Это уже 600. Не знаю, сколько у МХ-50, 120. А, это же восьмерка. Не бери, не бери. Не бери, пожалуйста. Ну, с чем? Дай добить-то. Ой, как он плохо для меня поехал. Блин, смотри, дурачок. Блин, добьете? Да, бери, неужели? Так, не люблю таких союзников, которые просто стоят на захват и... Ну, реально, остался один танк. Почему не дать добить? Просто его добили буквально на последних там долях секунды. Так. Тут все печально. Тут я единственное в начале настрелял. Плюс-минус атака. Все плохо. Короче, я не настреливаю. Я выполняю задание. Когда получается что-то настрелять, я как бы настреливаю параллельно. Но, главное, я делаю задание. Все. Я взял точный танк. И я стараюсь выполнить это задание. Так. Бой с семерочками. Ух ты. Так, ну смотри, у меня лев будет контрить. Ренегат. ФЦМ такое. Не преграда. АМХ-М4 еще так. Хоть и семерочка, но он жесткий. Хотя, стоп. Это М4-45. Какой жесткий. Нет, конечно, у него пушка хорошая, но он картонный. Это радует. Его можно убивать, особо не подставляясь. Так, а моя задача критовать. Как можно больше и настреливать урон. Нет, он, наверное, учитывая то, что я так мало урона настрелял. Наверное, все-таки там условия, чтобы я поставил на каток, я настрелил. Скорее всего, так. Кстати, было бы очень круто это на какой-то ПТшке альфовой делать. Ну, то есть ты приехал и сразу там на 700 на тебе в каток. Ну, то есть это как бы редкие ситуации, когда ты можешь через каток настреливать. Но зато ты можешь за один раз внести большой вклад в выполнение этого задания. Правильно? Правильно. У меня есть, конечно, такая диковая идея. Но я хочу проехать прямо что-то дальше-дальше. Хотя Ренегат могут так жестко контрить пацаны сейчас. Вот тебе и приехал МХ-М4. Абсолютно бесполезный. Абсолютно бесполезный. Абсолютно бесполезный. Абсолютно бесполезный. Это очень хорошо, потому что этот весь урон зачитывается. Каток. Ой, хорошо, хорошо. Это тоже с катком. Или это просто крит я ему врезал. Ух ты, жив? Ну ладно, ладно, хорошо, хорошо. Бля, да ты чё? Да ёптель моптель, мышка конченая, работай. Так, ФЦМа отгонят. Отлично. Ай, застрял. Надо поехать этого АМХа попробовать-то бить. Ты понял? Ага, через окошко меня, короче. Я вообще не в дублях, как он там постреливал. Куда как. О, эй, это вообще уже непорядок. Кстати, с критом. Кстати, с критом. Дурачок. Боже, какая идеальная стабилизация у этого танка. Это просто жесть. Оно настолько идеально всё летит. Я просто безумно рад вот этого всего дела. ПТ-шек, кстати, тьма тьмущая ещё. Так, если ренегат тут будет ехать, я его смогу врезать. Блин. Но он не хочет ехать. Чериотер. Чёрт. 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 Ай-яй, тут можно было каточек. Так. Он за дом или за забором? Я чё-то не въехал. Оп. Так, поехал, короче. Ну и вон. Каток. 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 Батяня. Каток. Там ещё где-то артовод. Артовод звычайный. О, вот и он. Это просто идеальный танк. Я не знаю, тут стабилизация просто великолепнейшая. Просто жесть. Я в большую часть выстрелов вообще не сводился. Я просто тупо, просто туда ствол развернул. Не знаю, танк там шатается. Я еду, не еду, стреляю. Идеально просто. Урон. Урон. Просто каждый выстрел это урон. Ох, не знаю я. Только одного Т71, который там ЛТшка. Я в него три вертухана кинул. И все три залетели. Просто каждый вертухан залетал. Просто нонсенс. Я не знаю, как описать тот бой, который был только что. Это просто жесть. Ну, серьёзно. Такие вертуханы. Такие вертуханы. Просто незаконные. Я не знаю. Насколько же крут этот танк. Так, я не туда снова зашёл. Так, смотри. Это у нас по поводу боёв. Ещё один бой. Я второй уровень. Смотри, тут уже по критам. Я второй тоже выполнил. Ещё 35 и сделаю. Ну и тут самые. Смотри, 1600 я в этом бою только настрелял. В одном бою только 1600 по каткам накидал. Так, читаем. Нанести суммарно 5000 урона обездвиженной техникой противника. А, просто пофиг, короче. Мой каток, не мой каток. Просто надо долбить. Долбить обездвиженную технику. Короче, предпочтительные... Кстати, да. Я правильно делаю то, что играю на тяжи. Еду. Где-то пвпшится с тяжами. Стреляет артиллерия. Они на катках. И можно долбить. Вот примерно так. Но это правда карта не особо хорошая для этого дела. Ну, то есть пвп здесь будет с тяжами. Это как бы факт. Но... Кстати, у них-то тяж. Phase One один такой, что приедет. Там еще Каен и Слев... О! Три-четверый из двух. Все. Тут тяжи еще. Жопой жуй. Главное, чтобы их... А, на артиллерии. Ну, с одной стороны, хорошо то, что меня возможно не так жестко контрить будет. А с другой стороны... Плохо, потому что... На катки тяжело будет ставить. Это надо, чтобы я их ставил на катки. Я же по ними стрелял. Или кто-то ставил на катки. Тяжко будет, тяжко. Ну, вот это как раз задание по каткам, это самое тяжелое. Из всех трех. Ну, если те два параллельно сами выполняются, то это задание тяжело сделать. Хотя, с другой стороны, семь с половиной тысяч в конце суммарка... Суммарка... Не так уж и много. Тем более, за любое количество боев. Чего бы и нет. Ех! Какое же оно маленькое! Светочка, восемьдесят три. Восемьдесят три. Восемьдесят три. Ну... Был же ж... В видимости-то там дом. Светочка, ты хочешь снова получить? Я, правда, не попал в Светочку тогда. Ладно, поехали. Фейз уже тут. Он, кстати, по наружке едет. Может, давай я наружку буду контрить? Хотя, с другой стороны, не вряд ли прям так сейчас поедут упарываться там. Да, смотри, я Светочка. Прям жестко. Играет тут. Ой, там кусок дома уже был. А тем временем у нас уже 3-0. Ой, извините, уважаемый. Я не хотел. Так, ну у нас все прям очень плохо. Уже 4-0. Светочка светит, как боженька. Светочка светит, как боженька. Не видно пока. Не видно пока. Слишком далеко. АМХ-30 Б пока их контрит. Так, крит есть. Ох, ты ж ёптель-моптель. Ох ты ж ёптель-моптель. Да ты чё на приколе? Как тебе так получается пробивать-то? У меня оттуда МХ-30 контрит. Каен молодец. Так. Ух ты ж ёптель-моптель. Бля. Ну это нормальная ситуация, когда я в конце танк в упор не пробиваю. Это нормально. Так, ну тут сразу было понятно, что будет посос. У нас просто танки одни за другим сливаются. И плюс то, как у меня жёстко залетало в предыдущем бою, когда сразу было понятно, что будет победа. Потому что я очень жёстко поджался. Ой, то в этом бою всё было явно наоборот. Вот так. Давай берём... Кстати, на Патриоте ни одной победы не было. Я боя-3, наверное, на нём сыграл. А то и 4. Ни одной победы не было. Прям идеально. Давай ещё попробуем СТБ-1. Ещё раз загнать. Попробуем. На нём можно это всё набивать? Нет. Нет, нет, нет. Не на этой карте. Для СТБ нужна карта Эль-Халу. Всё. Попадается Эль-Халуф. Изи. Будут и криты, и через катки всё будет набиваться. Потому что на Эль-Халуфе тяжей без проблем можно контрить на СТБ. За счёт того, что у него просто дичайшие УВН. Просто идеальный танк. Так. А вот на этой карте будет тяжело. Тяжело будет как раз из-за того, что здесь как раз нету этих рельефов, за которыми можно было бы поиграть. К сожалению, сюда рельефов не завезли. НУ. О. О. О, да чё это такое было? У меня эти УВНы есть, но они не работают. Вот примерно то, что это было. Нюансенс. Так, ну тут явно не получится кого-то каточить. Как бы да. Так, ну там надо ТВП же поконтрить. Она может ворваться. А нет, не может, там наши те же поджались. Надо ехать в базу. Дефить. Блин, ладно. У нас на базе жопа. У нас на базе жопа. Ах. Блядь, крит. Ну ничего, крит это тоже хорошо. Блядь. Ох, блядь. Там еще и этот. Все, вафли. Я катки целил. Я тупо целю катки. Мне пофиг. Ну, блин, обидно, конечно. Типичный турбач. На зелень никто не поехал, зелень сдохла сразу же. Ну, с другой стороны, вражская команда вся поехала на зелень, что странно, кстати. Потому что на этой карте сейчас зелень не так уже и... да вообще очень редко играется. Туда едут какие-то пару коллег, непонятно зачем. Какие-то светляки, возможно. Давай поляка возьму еще. Можно еще, кстати, на коне попробовать. Давай попробуем. Нет, в состав взвода я не хочу. Я хочу выполнить эти все задания. Но я вряд ли успею за сегодня это все сделать. Ну, я же говорю, тяжелое задание. Если бы не катки, если бы, допустим, криты, вот это все, даже сыграть там какое-то количество боев, это как бы такое изи. Но вот настрелять именно конкретно по обездвиженной машине, это уже тяжело. Так, куда? Еду на горку, само собой. На горке можно будет каточить. Блин, хреновый 3D стиль. Серьезно, вот это первый боевой пропуск. Вроде все было гуд, но второй явно намного круче. Во-первых, 3D стили классные. Вот реально, я вот почему начал качать сразу же Шкоду, это все случилось после того, как я увидел этот 3D стиль. Он просто божественный. Он просто офигенен. Поэтому я его хочу. Я хочу катать на таком танке с таким офигенным 3D стилем. А вот СуперКонь, ну что это за 3D стиль? Вот чем это 3D стиль? Просто вот чем это 3D стиль? Если это обыкновенный, ну даже 2D стиль, можно было бы сказать. Что они добавили? Вот эти две бочечки сзади, серьезно? Это весь 3D стиль? Бред. И тупо обмотали, взяли короче обыкновенный 2D стиль, в плане того, что сеткой намотали. И единственное из 3D, что они тут добавили, это намотали, ой, намотали. Бочки добавили, все. Типичный 2D стиль. Я не скажу, что это 3D стиль, серьезно. Ну, эти сетки, это фигня, короче. Просто непонятно, зачем, как шарфом, знаешь, таки, опотали его на зиму. И играй себе. Ой, наша бабаха сейчас там умрет. Ну, смотри, пацаны, как отстреливают тут жестко. Ну, я еду с этой стороны, с той стороны уже нет смысла, наверное, ехать. Хотя, давай поеду. У меня есть, как-никак, УВНы. И там можно отыгрывать. Тут даже надо отыгрывать. Потому что у нас все остальные фланги слились. Бэшка сбежала. Есть каток. Есть каток. Бля. Сука. Конченый артовод, блин. Я бы его держал на катке до победного. Блядь, гребаный артовод. Ну, серьезно. Просто забей. Реально обидно. Блядь, смотри, сука, что делает. Куски говна, блин. Просто два артопидора, конченые. Говномесы тупые. Просто тупые артопидоры. Я не знаю, как по-другому это назвать. Просто два дегрода стоит, сука, и стреляет в одну точку, блядь. Грите в аду, ублюдки. Ну, да. Бортину 277, да, зачем пробивать? Это всего лишь борт. Полностью бортом танк стоит. Смотри. Охренеть, да? Просто, сука, ублюдки. Те ублюдки, тупо, ну, смотри, что делается. Сука, горите в аду, бри, блин. Просто два козла, блин. Надо ехать на базу. Гриль где-то заныкался, тоже не видно. А, вот он. Блядь, вот смотри. Сука. Просто уебище. Я не знаю, как по-другому назвать. Тупо, блядь, уебище. Сука, два уебища стоят вот тут, блядь, и стреляют. Грите в аду, ублюдки, блядь. Сука. Просто пиздец. Я извиняюсь, но это реально, сука, невозможно, блядь. Просто два уебана стоят, блядь, и стреляют тупо в меня. Я просто не могу оттуда уехать. Я просто не мог оттуда уехать. Пиздец. Мне главное то, что я крит дал. Похер. Это просто жопа. Просто два, блин, ублюдка. Просто два ублюдка. Как же может загореть просто от этих двух пидорасов? Меня тупо убила артиллерия. Это ж надо так испортить настроение. Практически в предпоследнем бою просто жесть. Так, ну, с другой стороны. Четыре крита я сделал. И вот это восемьсот восемьдесят семь. То есть два раза я дал в каток. По обездвиженной машине. Ну, честно, я бы там по-любому убивал бэшку. И на катке я бы четыреста тридцать у... Ну, он бы оттуда уже не уехал. Но из-за того, что меня оглушала артиллерия, у меня увеличивалась перезарядка. И за счет этого я... Ну, то есть и сведение, все. И я не мог его держать на катке. Все. А так я бы его держал тупо на катке. Я бы его убивал. Четыреста тридцать у. Вообще без проблем. Я его раз закаточил, он использовал ремку. Я его сразу же после этого снова поставил на каток. Это вот как раз эти два пробития, что я дал по каткам. И я бы дальше держал его на катке, потому что у него перезарядка явно была больше, чем восемь секунд. Я так понял. Ну, то есть он не вылазил с катка. И так получилось, что меня артиллерия оглушила. И все. Я сосал в этом плане. А вот это как раз было две тысячи. Две тысячи сразу же в копилку. Тупо два куска. Я бы даже не отвлекался на то, что там бы ТВПшка у меня стреляла. Или Бэшка. Я бы на них не отвлекался. Я бы тупо стрелял по катку, потому что для меня это важно. Но. К сожалению. Артоводы сказали нет. Так, тут можно, кстати, стрелять по каткам, если они подставятся. Смотри. Два тяжа. Просто два тяжа приехали уже. Уже ни с чем приехали. Это при том, что нет светляков. Я не знаю, кто их засветил. Но, блин. Тяж девятого уровня приехал уже 16%. Это просто забей. Просто нонсенс. А у них куча танков, которые надо кому-то отстреливать и кому-то сдерживать. Ну вот все. Минус СТ. Блядь, минус заряжающий сразу же. Просто минус заряжающий. Ну, я хочу ВЗшку-то поехать убить. Очень хочу поехать убить. Так, ВЗшку выгнал. Блин. Че? Как это не пробил-то? Так, ну у меня тут арта будет аннигилировать. Ну, как я и говорил. Главное, что я отсюда ВЗшку прогнал. Так, надо отъехать. Потому что меня артиллерия убивает. Плюс 60 ТП сейчас стоит в такой позиции, где я его вообще никак не могу убивать. Блядь, да ну сука, кто-то хоть приедьте сюда. Я сделал все офигенно. Офигеть, как правильно, потому что я отсюда ВЗшку выгнал. Нет, я вообще его никак. Просто никак. Ох, блин. Иди сюда, сучка ты. О, ладно, ладно. Блин, Полика не видно. О, есть. Но то, что я свечусь, это факт. Прикошет. Рикошет, рикошет. Кстати, Полика можно было куточить. Ой-ой-ой. Блин, без урона. Есть. Наконец-то. Стой, стой, стой. Поставьте мне. Блин. Так, ну ничего. Хотя бы чуть-чуть я тут настрелял все-таки по каткам. Просто тысячу. Вот сейчас мне снесла артиллерия. Тысяча. Не единственный шот, только дал ВЗ на 500. Вот у меня 2500 хп. Минус 500. И еще минус 1000 настреляла артиллерия. Тут просто состав взвода, народ. Так, что у меня там по этому? Так, смотри, тут два трети выполняются. Один из пяти боев есть. Тут тоже третью. Ну, вот это первое выполнится. Знаток уязвимых зон. А здесь, смотри, уже почти второе есть. Ну, кстати, на коне неплохо так делать. На коне делать это неплохо. Так, ладно, народ. На сегодня все. Я эти все задачи... Блин, или завтра продолжить. Просто сегодня уже времени нету. Так, давай еще раз посмотрим. Надо оценить ситуацию. Смотри, вот это на изи завтра выполняется. Учитывая то, сколько я сегодня раз сделал. Вот это без проблем выполнится завтра. Это тоже. Буквально за боя 3-4. Ну, может 5, не знаю. Короче, выполнится. Проблема единственная будет с вот этим. Поэтому завтра мы должны получить 3D-стиль. Надо... Ну, кстати, на коне. Можно будет играть. Чисто наигрывать. А по поводу режима... Прикольно. Фаново. Ничего не скажешь. Но... Как по мне... Говно. Они даже этот танк не перевели в HD. Вот как он когда-то был в игре. Вот такой прям никакой. Он такой здесь и сейчас. При том, что смотри. Вверх... Ну, это же по сути артиллерия. Тут вверх по логике можно поднимать ствол ого-го. А на самом деле он не поднимается в игре. Не знаю, почему так. Не знаю, с чем это связано. Но на самом режиме такой прикольненький фановый. Так что как это вот так. Ладно. На сегодня все. Всем счастливо и пока-пока.